Музей-заповедник Горки-Ленинский на протяжении многих лет вызывает большой интерес у жителей Поднебесной. Только за прошлый год исторический комплекс посетило около полутора тысяч китайских туристов. Так как Горки-Ленинский музей, усадьба, находится на территории Ленинского округа, и несмотря на то, что он относится к федеральному значению, мы очень с ними хорошо сотрудничаем, проводим общие мероприятия, причем мероприятия достойного уровня. На торжественной церемонии по случаю подписания соглашения о сотрудничестве Туристического офиса Китайской Народной Республики с Музеем-заповедником Горки-Ленинский присутствовала делегация из КНР. Китаю, что наши общие усилия будут способствовать развитию культурно-коммунитарных связей в двух странах, в частной разме, в области туризма. Музей Горки-Ленинский непременно станет важным узлом для укрепления традиционной дружбы между китайским и российскими наводами. Мероприятие посетила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова отметила, что данное соглашение – это важный шаг. Ведь Китай и Россия – страны-партнеры, ведущие многоплановое сотрудничество. Передать такое оборудование, музейное оборудование, самое современное, которое, конечно, с точки зрения стандарта гостеприимства, поставит наши Горки-Ленинские в число лидеров работы с китайскими туристами, что очень-очень важно. Музей Западежный Горки-Ленинский представляет те страницы нашей истории, которые важны в России и также значимы и интересны в китайской стране. Мы очень благодарны посольству за поддержку, за сотрудничество. Аудиогиды на китайском языке помогут туристам самостоятельно слушать экскурсии и узнавать интересные факты об экспонатах. А комплекты специального радиооборудования позволят иностранным гостям подключиться к музейным прогулкам по усадебному парку. Подписано очень важное соглашение о сотрудничестве междунациональным туристическим офисом Китайской Народной Республики в городе Москве и музеем заповедника Горки-Ленинский о сотрудничестве в области культурных и туристических обменов. Фактически это широкое открытие ворот для взаимодействия с самыми разными китайскими партнерами, поскольку соглашение носит широкий рамочный характер. После официальной части гости мероприятия были приглашены на совместный российско-китайский концерт. Зрители насладились выступлениями стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена», оперных исполнителей и музыкантов из Китая.